Субтитры подогнал «Симон» 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 Почему такое возникает? Ну, видите, вот мы начали С Пресвятой Богородицы Со святого семейства В котором был воспитан спаситель Они ведь тоже были небогатыми Как мы знаем, спаситель был рождён В хлеву Что никак не характеризует Богосостояние этой семьи И хорошо известно, что люди эти были Очень сами по себе Необеспечены И среда, где они жили Была тоже среда очень необеспеченная Вспомним, например, события Браковка, а не галилейская Где просто не хватило даже Вот вина, чтобы угостить гостей На свадьбе И эти факты Ни к коей мере Не были, ну, говоря языком современным Не были проблемой Они не вызывали Ни у кого не вызывали Никаких отрицательных Эмоций И отрицательных каких-то рефлексий Вспоминаем А вот апостолы Которые были рыбаками И спаситель спрашивает у них Уже после своего воскресенья Если у вас еда Что-нибудь поесть Они говорят, нету Нету, ничего не поймали Вот жизнь Вот жизнь Пожалуйста Не поймали ничего Ничего есть Ведь мы, честно говоря Вы говорите Живем в крайней бедности Но у нас все-таки За последние примерно Десять лет России Ее подъема Из того Из той ямы Куда она угодила В девяностые годы У нас все-таки Такой ситуации нет Я могу сказать Вот я живу В городе Иванове Город гораздо более бедный Чем Москва Просто по всем параметрам Хотя бы сказать Что люди в основном Из Иванова В большом числе Ездят работать в Москву Что очень неудобно Но они тем не менее Идут на это неудобство Я видел бедность Я видел Ну почти Ну не то что нищету Но бедность видел В одном единственном случае Это когда речь идет о пьянстве Когда они пропивают То, что у них есть Да, это бедность Видел семьи Где бабушка прячет От своих детей Или внуков Прячет свою пенсию С тем, чтобы купить Потом маленькой внучке Или там правнучке Что-то такое поесть Да, я такие страшные случаи видел Только по одной причине Пьянство И мы виноваты в этом Общество виноваты Почему виноваты в обществе Потому что надо было Этих родителей В кавычках Давным-давно лишить Родительских прав И сделать бабушку Например Эту опекуншую Внучке несчастной Или какие-то еще Другие меры предпринять А у нас такая позиция Лапки поднять А ну что ж Вот они сами По себе решают Вот так Вот значит Эти события Социального Неравенства Социального Социальных Таких-то Материальных Лишений Во многом Во многом Зависят От отношения Общества В том числе И существующих Законов И того Как эти законы Приводятся в исполнение Иными словами Мы Жители России Наша Политическая Воля Наша Социальная Активность Наша Гражданская Активность Вполне Способны Преодолеть Те Негативные Какие-то Которые Мы видим Чем Чтобы Люди Жили Лучше Это лучше Совсем не значит Что они будут все Одинаковые Совсем не значит Что их всех Подстригут под одну Гребенку И выстроят Две жеренги Как в концентрационном Лагере Если продолжать Разговор О богатстве В Евангелии Есть такие Слова Что Легче Верблюду Пройти Сквозь Угольную Ушку Чем Богатому Войти В Царствие Небесное Так Значит Богатство Это все-таки Что-то Нежелательное Ну да Интересная Очень правильная Цитата Здесь Есть Над чем Подумать И почитать Внимательно И разобрать И понять Прежде всего Посмотрим Самую Метафору И верблюд Который Никак не может Пролезть Через Игольное Ушку Но Понимаете Все-таки Евангелие Любой Серьезный Текст Содержит Из метафоры Всегда Осмысленный Там корабль Который Плывет По морю Пастух Который Пасет Овец И так далее С какой-то Радостью Вдруг Верблюду Надо лезть В иглу В игольное Ушку Для современного Человека Здесь Какой-то Парадокс Совершенно Необъяснимый А между тем Для слушателей Спасителя И для Даже для Сегодняшних Жителей Восточных Городов Эта метафора Понятна Точно Так же Как понятна История Про пастухов Или рыбаков Поскольку Игольное Ушко Это Ничто иное Как узкий Проход Между домами Или даже Ворота В городской Стене Или Проход Вход В улицу Действительно Кто бывал В восточных Городах Ну Я уж не знаю Где у нас Баку Например Азербайджан Или в том же самом Иерусалиме В старом городе Прекрасно Помнят Эти узенькие Узенькие Улицы Почему они узенькие Потому что Место было Очень ценным Пространство Просторов Таких Как в Москве Или в Санкт-Петербурге Две-три тысячи Лет назад О них никто Мечтать не мог Город Приходилось Втискивать В крепостные Стены Город Что такое город Огражденное Пространство Защищенное Стенами Вот Верблюд не может Пройти по узкому Проходу Что же тогда С ним сделать С этим верблюдом Бедным Его разгрузят Вынуждены Снять с него Эту поклажу Чтобы он мог Туда пройти Вот так Человеку Имеющему Направление Намерение Двигаться К небу Двигаться По своему Христианскому Пути Надо снимать Себя поклажу Снимать Себя Ту или иную Поклажу Которая Его отягощает Ведь мы же Уходим Из этого мира Мы с собой Поклажу Не несем Какие бы были Богатыми Или очень умными Или там еще Какими-то Там очень красивыми Очень сильными Еще что-то В этом роде Всю эту поклажу Мы с собой Не тащим Как мы уходим В иной мир Мы все прекрасно Понимаем И вот Приходится Ее разгружать И только После этого Имеется Какая-то Возможность Протиснуться Пройти В эти узкие ворота Помните Подвязайтесь Пройти Тесными вратами Широкие врата Ведут Погибель Ну а кроме того Дальше Вот сам этот Разговор Весь В контекст Разговора Если вы помните В ответ на что Спаситель дал Эту метафору О верблюде И Угольном ушке Ученики Спрашивают Что же Даже Даже Богатый Не может Спастись Даже Богатство И то Не помогает Человеку Себя Значит Вот Избавить От Проклятие Смерти Им Казалось И В общем-то Для Традиционного Взгляда Это так И было Что Богатство Это Знак Божьего Благословения Если человек Богатый Ну значит Он очень Хороший Если он Бедный Значит Он какой-то Ничтожный Вспомните Книгу Иова Самое В общем-то Характерное На самом деле Отражение Взгляда На что Спаситель Отвечает Невозможно Человеку Богу Возможно Независимо От того Человек Богатый Или Бедный Если Человек Отдает Себе Богу Если Он Идет Тем Путем Которым Предписал Спаситель Ну значит И да Возможность Появляется Богатство Само По себе Не Цель А Средство Как Любой Наш Любой Атрибут Нашей Жизни Наша Сила Наш Ум Действие Которые Мы тут Совершаем Дела Добрые По возможности Это Средство Нашего Восхождения Следования Спасителя И богатство Если оно Употребляется Правильным Образом Мы видим Среди Ивангельских Персонажей Достаточно Много И праведного Никодима Например И Иосифа Аримафейского Это люди Были Весьма Обеспечены Нигде Мы не Видим Никакого Ущерба Которые Они несут По сравнению С бедными Гавилийскими Рыбаками То есть Смысл Не в богатстве И бедности А в отношении К богатству Использование Этого богатства Отношение К этому Богатству Богатство Ащи течёт Пожалуйста Псалмопеис Говорит Не прилагайте Сердце С тем Чтобы сердце Было Отдано Богу Богатство Использовалось Как Материальное Средство Как Средство Земной Жизни К Добру Странно Почему же Тогда В нашем Обществе Сохранилось Такое Предубеждение К богатству К сожалению Не странно К сожалению Это предубеждение А иногда И хуже Наследие Советской Эпохи И вспоминаем Традиционное Общество Российское А и вообще Любые другие Традиционные Общества Мне приходилось За границей Жить Пожалуйста Вот у меня Допустим Есть сосед Вот он взял Кредит Построил Открыл Магазин Через три года Уже расплатился С кредитом Через пять лет Построил там Новый магазин Что-нибудь еще Не важно Какое у меня К нему отношение Ну Во-первых Хорошее Желание ему Его успеха Я рад Вместе с ним Что он имеет Какой-то материальный успех А если меня кто-то спросит А вот почему у него столько денег А вот где он их взял Вот как Я скажу Знаете Это не мое дело Это между ним Налоговой службой Там его бухгалтер Он там Сам разберется Сколько у него денег Где он их берет Как он расплачивается Что это не моя забота И я не имею права Сунуть нос В его бухгалтерские книги Так вот Это нормальное отношение Людей К материальному богатству Теперь что произошло В семнадцатом году И до того К сожалению Мы прекрасно с вами помним Классовая ненависть Была инструментом Которым была разрушена Россия Классовая ненависть Так же в точности Как расовая ненависть Была инструментом Успеха нацистов Так же точно Классовая ненависть Инструментом Успеха большевиков Большевиков Божьей помощи нет А вот эти шрамы На душе народа В виде остатков Классовой ненависти Остались Остались И Ну есть люди Прямо скажем Нечестные Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин Вор должен сидеть в тюрьме Некоторые сидят Некоторые на пути туда Идут Ну Это вопрос Юридический А не экономический Любой вор Должен садиться в тюрьму Ну в зависимости от своих успехов В кавычках Но если человек Трудится Получает материальное вознаграждение В той или иной форме В результате своих трудов Изобретательности Деятельности Предпринимательности Предприимчивости Активности И так далее Они никакого отношения Не имеют К криминальной среде А в нашем сознании К сожалению Все это Соединяется воедино Замешивается На зависти Замешивается На той самой Классовой ненависти И вот это Нас тянет назад Действительно Тянет назад Тянет вниз И получается Что если человек Осуждает предприимчивость Он остается Так сказать В своем болоте И еще Скажем и прочему Себя считает правым Совершенно верно Совершенно верно Грех на грехе Замешивается И цементирует Обстановку Очень негативную Очень неприятную Нежелательную Ни для него самого Ни для его соседей Ни для всей нации В целом Вот так И на этом играют К сожалению Враги нашей нации Враги России На этом играют Довольно успешно Так называемая Оппозиция Которую нельзя называть Оппозиция У нас есть оппозиция В Думе А есть люди Которые пытаются Разрушить Российское общество И подорвать успех Которым пытаются Который достигает Россия Вот через стимуляцию Этих самых чувств Вот один из институтов На которые опирается Общество Это институт семьи Который тоже Испытывает проблемы Ну да Да Сейчас Это немножко Уже другая песня Потому что Семья Это безусловно Институт На который опирается Общество Но кроме того Это еще и малая церковь Может быть даже сказать В первую очередь Малая церковь Может быть В первую очередь Семья Это Храм любви Это школа любви Это Крепость любви И в результате Вот этого качества Семьи На него может Опереться Общество Предприятие Банк Там Завод Фабрика Магазин В общем-то Мы их Не называем Малой церковью Назвать их не можем А если попытаемся У нас постигнет Большая неприятность Потому что Банк Завод Магазин Воинское подразделение Государственные предприятия Учреждения Живут другими законами А семья Живет тем же законом Что и церковь Законом любви И вот здесь Конечно Семья Испытывает Удары И внешние удары Вот со стороны Вот этих Всех социальных Трудностей Иногда И материальных Трудностей Прямых Просто Каких-то Неурядиц Социальных Юридических Ну что-нибудь Совсем уже Примитивное Вот возьмем Одинокая мать Она Растит Ребеночка У ней Она получает Пособие От государства Находится Мужчина Который Хочет на ней Жениться Тоже Небогатый Человек И она Говорит Дорогой Мой А как же Если я за тебя Замуж выйду Я теряю пособие Жить-то на что будем И поскольку Это пособие В нашем Слава Не такое Маленькое Вот уже Это начинает Воздействовать Действительно Как фактор Разрушающей Семью Вместо того Чтобы позаботиться О том Чтобы законодательство Не лишало Людей Льгот В результате Вступление Вступление В брак Вот Мы Рубим Это уже Как сказать Такой Процесс Довольно Массовый И против него Борьба Уже должна быть На другом фронте На фронте Духовном Ну Прежде всего Стоит Что Вот Вспомнить Семья Стоит Из мужчин Первоначальной Семья Это муж И жена Потом Рождаются Дети Соединяет Их Любовь Муж И жену Они Разные Мы говорили С вами Сегодня О равенстве Они Разные Муж Это Муж Жена Это Женщина Две Половины Пол Мы не Отдаемся Этому Отчету Пол Половина Человечества Мужская Половина Женская Половина Они Разные За счет Разницы В них За счет Взаимного Дополнения За счет Тего Что мужчина Обладает Теми качествами Которые Женщине Не присущи А женщина Обладает Теми качествами Которые Не присущи Мужчине Они Могут Создать Устойчивую Семью Устойчивый Союз Когда эти Качества Размываются Когда Несчастная Женщина Вынуждена Тащить На себе Выполнять Те функции Те задачи Которые Выполняет Мужчина А мужчина Сам будучи Мужчиной Я более критичен К мужскому полу На самом деле А мужчина Растрачивает Свои мужские Качества И не приобретает И остается Старым мальчиком Уже у него Пенсию Пора получать А он все еще По-детски Как-то живет И мужчиной Не стал В физиологическом Смысле Он уже и стал Мужчиной И может Дать Понятное дело Материал Для О семи Оплодотворения А По существу Духовному Смысле Мужчина Не стал И конечно Я Как священник Вижу И слышу И знаю Много такого О чем Не очень-то Приходится Говорить На людях Но вот Это качество Мужчин Отсутствие Мужества Замечательное Русское Слово Мужества Мы тоже Иной раз Приходится Слышать Совершенно Абсурдную Фразу Вот какая Мужественная Женщина Как это Хорошо Ну Может она Мужественная Если она Кого-то Из пожара Спасла Это конечно Неплохо Или что-нибудь Еще Но Мужественным Должен быть Мужчина А женщина Должна быть Женственной Это норма И нарушение Этой нормы Приводит Уже К внутреннему Такому К внутренней Нестабильности К внутренней Шаткости Брака И результат Слово Общество Слово Слово Общество Значит тут Дорогие мои Законодательными Мерами Не поможешь Тут меры Должны быть Только воспитательные Просветительские Меры Меры духовные Меры молитвенные Меры церковные Меры христианские А из чего Состоит Мужественность Ну Что сказать Тут много Компонент Умужественности Прежде всего Я бы сказал Ответственность Осознание Ответственности За свои поступки Ответственность Не идет Шелка Об руку Со свободой Когда мужчина Достигает Возраста 19-20-25 лет Начинает спрашивать Возрешение А можно ли вот это А можно ли вот то Вот я вам То есть это разрушительно Для него Я могу привести Один пример Очень характерный Примеров там много На самом деле Вот один Недавно меня Затронул И он Такой Конечно Печальный Но в то же время С некоторым Как это знаете Облачко С солнцем Против И он Начал Что называется Вихлять Хвостом И как-то Дело Подавать Такие знаки Что Мол Он не знает Да как же Вот он Родители Там Против Ну и Я пытался Тоже как-то В это дело Посодействовать Им И примирить Их И убедить Его Что он Не прав Что если Это его Невеста То Он не Видит Причин Реальных Противодействия Препятствующим Браку То почему Он должен Так странно Севести С своей Невестой А в процессе Этих Разговоров Она Сказала Мне Невеста Отти С Макарии А зачем Он мне Такой Нужен Если Он Сегодня Готов Меня Списать Со счета Еще Не будучи Моим Мужем До него Замуж Рожу Детей А он Тоже Скажет Ну там Папа Что-нибудь Намекнет И он Махнет То же самое Туда же И все И нет Его Что же Это за муж Такой И все Вся эта Ситуация Развалилась Никакого Брака Не состоял С мужчиной И я После того Как вот Эта Женщина Мне так вот Изложила Ситуацию Я был Полностью На ее стороне То есть Этот мужчина Мужчина Не мальчик Мужчина Не готов К браку Не способен К браку Тоже не готов Когда мы говорим Не готов Это значит Вот можно Подготовиться Когда мы говорим Не способен Это уже Гораздо хуже И вот Таких мужчин Не способных К браку Не только В 25 Но и в 35 И в 45 Предостаточно Как приобретается Эта способность Приобретается Жизненным опытом Жизненным опытом Молитвенным опытом Духовным опытом Осознанием Своего Места В В будущей Семье В стране В обществе И перед лицом Господа Воинская служба Этому конечно Очень содействует Но она Это не Панацея Это не то Чтобы знаете Вот человек пошел В армию Из армии вышел Он же прям Блестит и сияет Кто-то был На правильном пути Тому армия поможет Кто-то не был На правильном пути Тому она не особо Поможет Оттрубит он год И все И уйдет Ничего ему не делается К сожалению Да Основные Христианские качества Осознание Своего стояния При лицом Христа Что такое Христианство Верность Христу И вот когда Мужчина Эту верность Осознает И реализует Своем поведении Если у него Слово не расходится С делом Если у него Воля его После того Как он Соизмеряет ее С нравственными Какими-то критериями С требованиями Окружающей среды Жизни Окружающих людей Если его воля Направляет К какому-то поступку Он его совершает Этот поступок А если он его Не совершает То он не ищет Оправдание А ищет возможность Исправить дел И в таком Режиме он живет Начиная со старшего Подросткового Отраста И продолжая Своими юношескими годами И завершая Своим созреванием Если с 13-14 лет Будут Юноши И подростков Воспитывать Как мужчин То К 23-24 годам Они будут Мужчинами То есть Это Наверное Корень Вот этой Проблемы Семейной То есть Почему Браки Распадаются Почему Не так охотно Вступают В брак Молодые люди Видимо Потому что Нет Вот этого Духовного Созревания Один из корней Безусловно Это один из корней Это один из корней Но Тут корень Понятки Чем глубже Мы уходим В поисках Причин Чем труднее Нам их искать Естественно То что Не на поверхности Лежит Но это факт Когда говорят Например Ой Никудышние Молодые люди Мужчины Сидят Только в компьютерные игры Играют Ну плохо Что они играют В компьютерные игры Я согласен Но игра в компьютерные игры Или одержимость Этими компьютерными играми Зависимость От компьютерных игр Это симптом Это симптом Это не значит Что если у них Отнять компьютеры То они сразу станут Понимаешь ли Ангелами человеческого Это симптом Чего Симптом чего Ухода от реальности Ухода от реальности Того самого О чем мы с вами говорим вместо того, чтобы в этой реальной жизни трудиться, сталкиваться с трудностями, сталкиваться с конфликтами, преодолевать эти конфликты, двигаться вперёд, совершенствовать свою волю, свою верность Господу, свою верность народу. Вместо этого, пожалуйста, компьютерный мир. Ну, что с компьютерными? Не компьютерный мир, а дурацкий мир. Посредством компьютера реализованы. Вселенная дураков. Но если он с 14 лет, иногда и с 8 лет в этом дурацком мире живёт, то к 24 годам он уже полный дебил. Ему уже, я не знаю, куда ему деваться. И даже если он 24 года осознает, что он был на неправильном пути, а я таких людей встречаю, ему весьма трудно развернуться. Потому что это уже въелось в душу. Мало того, он даже может быть и женится, потому что вы говорите, хорошо, вот он, как сказать, придёт в сознание, придёт в чувство, выкинет свой компьютер там или что, компьютер может не выкидывать, естественно. Игры свои дурацкие сотрёт, будет ухаживать за какой-нибудь девушкой, женится. Родится ребёнок, когда два, то начинаются, как это сказать, ухабы на дороге или буря на море начинается в жизни. И что, этот человек готов? Готов ли он стать здесь капитаном на корабле, который проходит через бурю? Нет. Вот вам, пожалуйста, разваливаются все конструкции. Он приносит несчастье себе, жене, детям и всему окружающему миру. Мне кажется, как ни странно, таким уходом от реальности может быть даже духовная жизнь в извращённом понимании. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, совершенно правильно. Совершенно верно. Кто-то начинает выстраивать себе искусственное псевдо-христианство. Псевдо-православие. Даже мне пришлось книжку написать на эту книгу с таким заговорком «всевдо-православие». Совершенно верно, надо сказать, форма сектанства или чего-то ещё. Вместо... Вы понимаете, церковь – это реальность. Христианство – это реальность. Это реальность богочеловечества и человека, который... Абожный человек. Человек, который идёт по земле, глядя в небо. Ну, ничего не стоит под изображением, взять картинку христианства и построить за нею или под нею свой собственный дурацкий мир. Он будет такой же дурацкий. Абсолютно ничем не будет отличаться от дурацкого мира компьютерных игр. Он будет только с православными бирками, с православными этикетками. И в результате молодые люди, молодые мужчины, которые неправильно воспитываются. Даже в православных семьях, когда говорят «О, это парень из православной семьи». Мало что значит. Мало что значит. «О, это юноша учится в семинарии духовные». Мало что значит. Даже так. Мало что значит. Посмотрим, что за юноша, что за человек. Он может учиться в семинарии. Не дай бог, ну, стараемся мы, чтобы этого не происходило, даже получать рукоположение. Ну, бывают и такие неприятные случаи. Но, в принципе, это возможно. Мы знаем, к сожалению, священнические семьи, которые разваливаются. Ну, их немного, но они есть. То же самое, потому что человек, мужчина не стал мужчиной. Мужчина в физиологическом смысле не стал мужчиной в смысле духовном и социальном. А в чём главное отличие истинного православия от псевдо-православия? Я скажу так. Контакт с церковью. Неотрывность от церковного этоса, от церковной жизни, от церковного бытия. Когда он выстраивает свою вселенную, дурацкую, так сказать, да, она может называться православным. Существует исходя из собственных каких-то установок. То есть, в основе лежит это качество гордости, на самом деле, самомнение. Ну, тогда вот опасности существуют. Так же отсюда и сектанство берётся всё. Если этот человек приобщён к церкви, если он вместо каких-то апокрифических историй про каких-то никому не ведомых, в кавычках, прозорливых старцев, читает каждую неделю обращение патриарха, если он вместо разыскания чудотворных каких-то, не знаю, там явлений, каких-то, не знаю, вещаний каких-нибудь там выдуманных или невыдуманных даже, но явно неправославных лиц, вместо этого, если он интересуется, читает основы социальной концепции русско-православной церкви, если он участвует в приходской жизни, если он ведёт работу на приходе, благотворительную, просветительную, молодёжную, он погружён в жизнь русской православной церкви, как она сегодня существует, но он в известной мере застрахован от этих гадостей, о которых мы с вами говорим. То есть, отличие, видимо, в том, что человек может быть вписан в жизнь, а может быть одиночкой. Ну, видите, одиночка, человек, который более склонен к одиночеству, он, в общем-то, не очень приспособлен к браку. И здесь мы уже говорим о другом пути, мы не должны забывать, что брак – это путь большинства, ну, есть путь меньшинства, который, в общем-то, ничем не хуже брака, а это путь монашеский, это путь безбрачия. Чисто арифметически вступающих в брак больше, а люди должны знать, что у них действительно есть два пути, как говорил, насколько я помню, святитель Амвросий Медиаланский, или Мефодий Потарский, в общем, это достаточно распространённая идея 4 века. Там, где процветает безбрачие, девство, ну, монашь-то только начиналось, там, где процветает девство, там процветает и брак, потому что брак перестаёт быть некой необходимостью или требованием, которое предъявляют молодым людям их родителей, а становится некой льготой, привилегией. Вот если ты способен к браку, если ты можешь браку, если ты достоин вступления в брак, значит, ты вступишь. А если у тебя другой путь, значит, ты останешься, будешь уже в безбрачии. У тебя две возможности есть. И людям, склонным к одиночеству, людям, склонным, не склонным к контактам с противоположным полом, это уже и физиологическая сторона здесь есть, и социальная сторона, и сторона характера, они вполне обоснованно могут с самого начала ставить себе целью монашеский путь. Это очень хорошо. Но это, опять-таки, должен быть осознанный выбор. Не потому я иду в монастырь, что меня там, кто-то на меня косо посмотрел или как-то на меня неправильно меня там назвали, я на кого-то обиделся, я вхожу всё в монастырь. Я приду в монастырь, там меня тоже обидят, я тоже там расплююсь со всеми, тоже куда-нибудь уйду. Это не жизнь. А те же самые качества мужчины, о которых мы говорили, женщины немножко в другой мере, там другая, так сказать, другой механизм. Ну, мы говорим о мужчинах. Все те же самые качества мужчины ведут его к осознанному выбору бракосочетания, отдание себя своей семье, своей супруге, или отдание себя монашеской общине, отдание себя церкви напрямую. Вот ещё такая проблема социальная. Проблема патриотизма, уважения к своей стране, своей земле, своему государству. На мой взгляд, это очень актуальная сейчас проблема. Многие, ну, по крайней мере, вот мои знакомые, ни один человек, я слышал, что стремятся уехать из России, говорят, что там, за границей, жизнь лучше. Вот такие мысли возникают. Как вы думаете? Ну, видите, эта идея весьма распространённая. И на сегодняшний день, 2013, уже на канун 2014 года, если сравнить с теми настроениями, которые были в 90-е годы, 25 лет тому назад, 20 лет назад, они, конечно, гораздо слабее. Но они остаются. И в известном смысле это для свободной страны, для свободного общества, для государства, которое живёт не в тюрьме, не в условиях концлагеря, когда по границам стоят автоматчики с собаками. А каждому даётся возможность ехать, куда им пожелается. Ну, это, знаете, норма. Хорошая очень пословица, да, на чужом дворе трава зелений. Это всегда ясно. И там хорошо, где нас нет, вот со всеми этими анекдотами, которые к этому рассказывают. Ну, что ж, я лично считаю, что отъезд за границу не навсегда, понимаете, опять-таки, во время нашего поколения, если человек уезжает за границу, он всё, он рвёт, там все контакты со своей родиной, как в своё время со мной произошло. А сегодняшние молодые люди, юноши и девушки могут ехать, например, за рубеж учиться, трудиться, там немножко заработать денег, если есть возможность больше. Ничего там плохого нет, мы не должны ставить в этом деле препятствия, наоборот, для их собственного развития интеллектуального, профессионального, личного, кого угодно, полезно поработать, побывать за границей, потрудиться, поработать и поучиться за границей. Хотя бы уж такая элементарная вещь, как знание иностранных языков, двух-трёх, хорошего знания, совершенно нормальное качество грамотного современного человека. И поучиться языкам, будь то немецкий, английский, или китайский, или какое угодно, дело крайне важное. При этом, если, видите, как вот эта вот идея отъездить за границу, она для молодого человека, который не имеет чёткого, ясного взгляда на мир, на свою нацию, на свой народ, на свою собственную судьбу, она будет перемешиваться с какими-то фантазиями или, наоборот, обидами. Вот он здесь поступал в какой-нибудь вуз, например, и не поступил. Он говорит, ах, такие сякие мерзавцы, меня не приняли, ну, все взяточники, всё, они тут всё, 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 это они как обманули меня, вот я сейчас вот уеду, всё. Ну, понятно, да, какие-то детские такие фантазии. Вот этим детским фантазиям, конечно, нужно ставить очень чёткое противодействие. Если юноша или девушка нормально воспитаны, если они трезво смотрят на мир, на свой народ, на что такое нации, что такое национальное наше сообщество, откуда оно берётся, то в таком случае отъезд за границу, и я не вижу никакой не угрозы, никакой проблемы. А если нету, если национальное чувство не воспитывается, если оно находится под спудом, подавлено, искажено, извращено, неизвестно чем, вот тогда, да, тогда и начинаются вот эти вот метания, в том числе и личные трагедии. Я вот вам приведу такой пример, я не помню, рассказывал может в одной из предыдущих передач, а может быть нет. Мне очень запомнился один разговор с нашим партнёром по международной работе, один господин из Германии. Я не буду его фамилию называть, может ему это не очень приятно было бы узнать, но тем не менее, он приезжал, он много сделал доброго для нашей страны, для нашей молодёжи, в смысле ещё в прошлые годы благотворительные разные акции, в том числе материальные пожертвования на развитие молодёжной работы у нас в России. И мы как-то с ним беседовали о разных направлениях молодёжной работы, о том, что мы в России и в Германии можем сделать, куда направить молодёжь для её полноценного развития. Речь шла о благотворительности, о творческой работе, о каких-то, не знаю, взаимных, может быть, спортивных каких-то делах, культурных мероприятиях, о том, другом, третьем. И я упомянул патриотизм. Действительно, развитие любви к своей нации, к своему своему народу. И вдруг этот вот мой немецкий собеседник, на него лицо его изменилось сильно, он, так сказать, помрачнел и говорит, в нашей стране это невозможно. Невозможно. Он мне говорит, вы должны понимать. Я говорю, да, я понимаю, к сожалению. Вот так надо нашим русским людям сказать, держи, что имеешь. Держи ежи и мыши. И если Западная Европа, Германия в частности, до сих пор несёт вот это вот страшное бремя поражения, разгрома Второй мировой войны. Мы ведь приезжаем в Германию, смотрим, какие там высокие дома и хорошие, красивые поезда и там аэропорты, и говорим, вот смотри, вот они вот потерпели поражение, а вот у них всё как здорово. А вот этой стороны мы не чувствуем. А вот это самая страшная сторона. Как получилось? И почему так получилось? Другой немножко разговор. И почему сегодня германская молодёжь не может воспитываться в любви к своей родине, к своему удивительному, уникальному и бесценному культурному, духовному, в том числе и христианскому наследию? Немножко другой разговор, особенный. Но это трагедия. Это трагедия германского народа и в целом, я уверен, трагедия всей Западной Европы. Ну, а в нашей стране есть почва, конечно же. Ну, в нашей стране никто, ни одна, простите меня, сволочь, не скажет, что патриотизм недопустим. В Германии даже недопустим. Ну, вот этот мой собеседник просто чётко сказал, что понятие патриотизма невозможно. Он сам, конечно, германский патриот, как любой грамотный и разумный человек. Ну, как вы понимаете, вы, например, разговоры о семейных, скажем, ценностях. Если мы скажем, что в целях укрепления семьи мы должны вести борьбу с половыми извращениями. Мы это можем сказать, и мы говорим это. На Западной Европе это уже сказать невозможно. Оно примерно так же, видимо, невозможно там сказать, что в целях укрепления народа и молодёжного духа нравственного мы должны укреплять свой патриотический взгляд, свою патриотическую основу. Какие пути для укрепления патриотизма? Ну, слава богу, их достаточно много. Это и школа, это и церковь, это и государство, и меры, которые государство принимает здесь, и поддержка культурных разных направлений действий. Я добавил бы сюда то, чего, к сожалению, у нас не делают, но должны мы делать. Это забота, в том числе и, как бы сказать, структурная забота о сохранении русского языка. Противодействие разного рода искажениям, извращениям, испоганиваниям русского языка. В прессе, в печати, в рекламе, где угодно. Меры могут приниматься. Кстати сказать, здесь мы можем посмотреть на наших западных соседей. Я не знаю всех подробностей, знаю, что в Польше и во Франции существуют какие-то меры по сохранению языка. Ну, у нас, я знаю, принимаются законы, которые, наоборот, как бы размывают нормы. Русские языка принимаются за норму, принимаются то, что раньше не было нормы. Ну, законодательных никаких мер о русском языке у нас пока нету, но де-факто, конечно, в основном в коммерческих целях мы видим... Соответственно, в коммерческих, а может быть, и в разрушительных таких подробных целях мы видим вторжение в русский язык, его извращение, искажение и атаку на него. Я убеждён, что в ближайшие годы Россия должна будет принять защиту русского языка в качестве одной из своих культурных целей, одного из культурных приоритетов. Вы сказали про школу, что школа является одной из платформ для воспитания патриотизма. Конечно. Ситуация в школе сейчас тоже не вполне благоприятная. На мой взгляд, что тоже нуждается в оздоровлении ситуация в школе. Да. Ну, видите как, образование, особенно среднее образование, это болевая точка. Она была и остаётся болевой точкой по целому ряду параметров. Я наблюдаю по нашему городу, по Иванову, в некоторых школах просто состояние близкой к панике, состояние родителей, состояние преподавательского состава, администрации. В другой школе я беседую с Савычем, рассказываю ей о том, что происходит в соседней школе. Она говорит, ну да, ну что сделаешь, у нас ничего подобного нет. Нет, у нас мы держимся очень хорошо, хорошие отношения с родителями. Да, много трудностей, трудностей связаны с реформами, с административными реформами, с некими неуклюжими иногда административными требованиями, которые налагаются на школьную администрацию, на учителей, перегрузки учителей, недостаточно их материальной стимуляции. Иными словами, в результате этого дисбаланса хорошие, сильные люди из средней школы уходят, уходят, не знаю, куда угодно, хотя бы семечками на рынок торговать, или в частные школы, или в вузы, или куда угодно. В результате сама средняя школа оголяется или теряет свои кадры. Но это, я убеждён, что эти вещи можно достаточно быстро преодолеть. И, по-моему, они уже преодолеваются. Я видел какое-то очередное заявление Министерства образования и науки о том, что учителя должны быть освобождены от рутинной канцелярщины, что они сейчас сильно испытывают неприятности. Ну и далее, как всегда, мы должны понять, что Россия переживает трудный период. И в силу тех огромных бед, которые Россия пережила, и в силу её очень большой инертности, огромного размера и масштаба работы, эти трудности роста, трудности восстановления, они будут продолжаться ещё довольно долго. Мало того, в силу просто динамики общей мировой жизни к спокойному такому равномерному, размеренному жизненному пути нам, видимо, вообще никогда не придётся вернуться. Просто, конкретно, никогда. Но мы привыкнем, как, не знаю, 200 лет назад люди ездили на валах со скоростью 1 км в час, потом они стали ездить на лошадях со скоростью 10 км в час. Сейчас ездят на автомобилях со скоростью 100 км в час. И, в общем-то, не особо страдают, привыкли к этому. И понимают, что ничего такого плохого нет в этом. И так, я думаю, и в нашей среде образования, в других отраслях, областях нашей жизни мы привыкнем к неизбежности перемен к правильной, так сказать, отработке этих перемен. И, в общем-то, средняя наша школа тоже войдёт в своё русло. Войдёт в ничего, никаких чувства паники и некого такого, ну, сказать, отчаяния. Может быть, это слишком плохо, слишком жёстко, какого-то недоотчаяния. Но такого, знаете, озлобления, паники и озлобления – вот это буквально цели наших врагов, врагов видимых и невидимых. Добиться неприязни, взаимного недоверия, взаимного отторжения. Вот спят, они спят и видят, что это произошло. То есть, это как бы первый шаг на пути к переменам? Ну, перемены должны быть. Перемены у нас, видите, перемены к лучшему всё-таки. Вот основная перемена к лучшему – это падение большевизма. Это освобождение страны от иго безбожной власти. Вы понимаете, вот за границей. За границей это было очень хорошо видно, когда русская зарубежная церковь на каждой ектеньи произносила прошение. «А я же избавите людей свои от горького мучительства безбожной власти». И потом вдруг в какой-то момент выходит священник, и у нас там Яконг, я не помню, и вдруг читает эту тюльку по-другому. «А я же избавите людей свои от врагов, видимых и невидимых». И объясняет потом, что безбожной власти уже всё, нету, ну шо ж. Интересно, в скобочках добавить, что американские священники русской церкви, те священники русской православной церкви, просто некоторые, по рождению американцы, продолжали ту же самую ектенью произносить, как и было. «for deliver thy people from the better torment of godless authority». И когда их спрашивали, а почему вы не следуете указанию Синода, уже по-другому надо теперь их теню. Они говорили, это мы имеем в виду нашу страну. Ну, они так и не поменяли. Ну, я не знаю, я просто одного-двух помню, сговор об этом пришёл. Ну, у нас постепенно время подходит к концу. Хотелось бы в финале передачи как-то какой-то итог, может быть, подвести. Может быть, какие-то такие вот основные пункты, может быть, ещё раз озвучить или подчеркнуть, что нужно для нормализации человеческой жизни? Я думаю, правильный здесь будет пункт, правильный, как бы сказать, правильный итог в двух направлениях, в двух понятиях. Одно понятие – это просвещение, ликвидация безграмотности. Буквально как в 20-е годы, когда людей ликвидировали безграмотность, неумение писать, так сегодня ликвидацию безграмотности религиозной и социальной. Это в школах? Повсюду, на всех уровнях, начиная от средней школы и кончая пенсионерами. Просто ликвидация неинформированности, невежества. О чём мы ещё не с вами говорим, вещах достаточно очевидных нам с вами, а в виде многие слушатели, зрители, или там их соседи и друзья, вот они как-то, может быть, даже и совсем для них это может быть и чуждое, и непонятно, так вот это им необходимо принять к сведению, исполнить. А другая сторона – консолидация, единство внутрицерковное и единство церкви с народом, с нацией. Церковь отделена от государства, это прекрасно. Церковь неотделимая и не может быть отделена от народа. И вот сюда, вот в этот вот стык, или точнее соединение церкви и народа, направлен-то, в общем-то, удар противника. О чём мы сегодня с вами говорили, в основном о христианских нормах, христианских принципах, которые действуют в социальной сфере. Вот это им очень не нравится. Если люди осознают, что независимо от того, сколько раз в неделю или в месяц он приходит в церковь, и вообще, может быть, даже не имеет православного исповедания, церковь и христианство – это реальность российской жизни, реальность добрая, реальность, несущая счастье и благо всем жителям России, независимо от этого исповедания, вот это и можно и рассматривать, как нашу социальную цель. И она достижима. Спасибо большое. Я думаю, что время наше подошло к концу, поэтому в конце передачи прошу вас благословить и наших зрителей. Господь вас все благословит. С праздником, предстоящим праздником введения Престой Богородицы во храм, и Господь додарует вам всевозможных успехов на ваших путях. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Ивановознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok